Более 600 работ, выполненных учениками школ Ленинского района. Это дети с 1 по 11 класса, многие из которых уже не раз принимают участие в конкурсе «Праздничный наряд для лесной королевы». С ноября дети вместе с родителями и преподавателями выполняли подделки в новогодней тематике и в конце декабря жюри подвело итоги. Жюри очень довольны. Мы обсуждали это очень часто. Даже после того, как закончилась работа жюри, мы все бы вспоминали, какие работы дети представили. И на нашем сайте «Центр детского творчества «Импульс»» представлены фотографии работ, которые запомнились именно жюри. Так что любой может зайти к нам на сайт и увидеть эти работы. Районный конкурс «Праздничный наряд для лесной королевы» проходит уже в 22-й раз. Цифра внушительная и с каждым годом качество работ заметно улучшается. Детки смотрят на подделки победителей и в следующем году стараются выполнить свою заметно лучше. Поэтому некоторые работы, особенно ребят постарше, уже больше напоминают творения настоящих мастеров. Уровень их творчества, их фантазии, их видения мира, он незаизмеримо высок и растет. То есть развивается творческая натура маленького ребенка. И он превращается в мастера. Он своими руками может сделать красивый, настоящий, достойный продукт. 11 возрастных групп, в каждой из которых участники награждаются с первого по четвертое место. Помимо этого существует еще ряд номинаций. В итоге в этом году 110 победителей. Ученица седьмой школы Софья Палачиди гран-при взяла в номинации предмет новогоднего интерьера. Она сделала банку для хранения, выполненную в технике городецкой росписи с геометрической резьбой. Как можно не радоваться гран-при. Атмосфера очень праздничная и новогодняя. В следующем году будете участвовать? Обязательно. После подведения итогов конкурса участники уютно разместились в Большом зале кинотеатра «Искра», чтобы посмотреть новогоднюю волшебную сказку, подготовленную сотрудниками Центра детского творчества «Импульс». Юлия Погосян, Алексей Руднев, Елена Кошелева. ВиднетВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова